Детский сад на Портовиков объект серьезный и по социальной значимости, и по стоимости. Он обойдется бюджету более чем 100 миллионов рублей. Поэтому администрация города осуществляет постоянный контроль за темпами работ. Пока возводилась коробка, опасений не было. На стройплощадке трудились субподрядчики, бригада из холдинга Андрея Палкина. Они справились со своей частью обязательств досрочно. Сегодня у садика есть надежный фундамент, крепкие стены, внутренние работы и подвод сетей генеральный подрядчик. Компания «Белый дом» оставила себе. Но предыдущий опыт взаимодействия с этой строительной организацией был у администрации Котласа не очень простым. Она вела капремонт в Новочегодском садике «Ладушки» и периодически вываливалась из графика. Так что приходилось ее постоянно подгонять. Мы нашим управлением раз в две недели проводим планерки, отслеживаем ситуацию на объекте. С привлечением главы мы выезжаем раз в месяц, для того, чтобы глава сам убедился, как идут дела на объекте. Кроме общестроительных работ, также разбираем вопросы финансирования. Сегодня глава города предложил приглашать на эти совещания еще и представителей сферы образования, чтобы не после, а по ходу отделочных работ они могли озвучивать пожелания и предложения, а подрядчик мог бы вносить корректировки. Контракт с подрядной организацией «Белый дом» на строительство детского сада на портовиков был заключен в декабре прошлого года. Задача на ближайшую перспективу – провести и запустить горячую воду и отопление, чтобы прогреть здание и вплотную заняться отделочными работами. Сейчас где-то 35 человек на объекте работают. Ведется кровля, сказали уже, отопление снаружи подводят и внутри разводку делают, и отделочные работают, стяжки делают, утепление, и штукатурка по второму этажу ведется с тепловыми пушками, пока работают. Завершить отделку здания подрядчик обязан в конце весны будущего года, чтобы летом провести весь комплекс работ по благоустройству территории. А 1 сентября 2015 года новый садик должен распахнуть двери для 220 дошколят.